наруто путь смерти 106 часть насколько вы хотите снять квартиру спросил мужчина игнорируя тот факт что у молодого человека перед ним на плечах лежит пьяная кунаичи пока точно не могу сказать поэтому пока что на два дня пожалуйста хорошо в квартире присутствуют две спальни душ и туалет на втором а также и на первом также есть спальня для гостей 3 зала 1 кухня несколько балконов внутренний дворик вся мебель есть постельное белье чистое холодильник забит едой присутствует мини-бар также для вас есть специальный доступ в вип горячие источники самые лучшие тут а также хорошая баня все включено в одну стоимость это обойдется вам в 200 тысяч а также есть слуги монотонным уставшим голосом проговаривал мужчина явно мечтая поскорее закончить со своей работой здесь один миллион сдачи не нужно я бы хотел чтобы вы отозвали всех слуг мне нужен полностью пустой дом без единой души вы можете не переживать за дом если с ним что-нибудь случится то я заплачу вам в тройном размере а теперь пошел вон чтобы я никого здесь не видел мужчина был потрясен той суммой денег которую ему дали ему даже было не обидно что его таким образом прогнали лишь поклонившись сказал да господин мужчина исчез оставляя странного но столь щедрого человека да цуми он же наруто зашел в дом посадил тушку сэнсэя на стул а сам в это время стал осматривать дом дом оказался действительно хорошим мебель была дорогой к уборке дому подошли со всей ответственностью внутренний дворик так вообще будто райский уголок в этом жестоком мире шиноби да бегая по одной подземной базе акадский к другой я и забыл о всех благах цивилизации ладно дом действительно неплох к сожалению из этого какаши сегодня уже ничего не сделаю библиотека наверное скоро закроется так что помоюсь и прогуляясь по вечерней конохи а завтра праздник вроде как наверное библиотека будет закрыта размышлял наруто наслаждаясь красотой искусственного сада камней воды песка и растительности а что за праздник то кстати доброе утро или что у там у вас послышался сонный голос сильнейшего биджу а после сильный зев больше похоже на рев но только не пугайся или не смейся без понятия какая будет у тебя реакция но этот праздник посвящен победе над тобой готовясь к бурной реакции лиса наруто прикрыл уши но это глупо и не поможет всегда когда курама начинал орать наруто на секунду глох и терял связь с реальностью до дожили конечно ведь когда-то давно в честь меня устраивали праздники другого формата послышался печальный голос лиса доносящиеся из пространства печати а наруто даже удивился такому когда это в честь демона лиса врага номер один для всего живого устраивали праздник не поделишься своей историей заинтересованно спросил брюнет выходя из сада и направляясь в то место где он оставил рин пожалуй это было лет 500 или 400 назад еще тогда клан узумаки проживал на континенте как и все клан был сильным и хоть каждый любил подраться узумаки были миролюбивые за своих они могли врезать но если ты мне причинял вреда и был таким же добрым душой то они спокойно могли принять тебя в свою стаю они были сплоченными чужаков не любили началась эпоха когда каждый шиноби хотел захватить власть над этим миром каждый день один шиноби убивал другого один клан порабощал или даже уничтожал другой в общем началась та самая эпоха воюющих кланов узумаки поняв что и их когда-то захотят захватить решили убежать как можно дальше они решили засесть на одном из островов и они нашли идеальный остров он был окружен бурей там постоянно были а молнии остров был защищен сильнейшим штормом а вокруг него бушевали водоворот и невиданных размеров несколько лет они готовились к захвату этого острова но половина боеспособных узумаки погибли из-за хозяина данного острова курама был сразу же перебит дай угадай это был ты спросил узумаки кладиарин в мягкую постель а сам в это время собирая все принадлежности для похода в ванную нет это был не я это было древнее существо древнее даже моего отца она тихо жила никого не трогая его ничего не интересовало не люди не власть она просто спала у себя на острове создав своей силой барьер из шторма и водоворота я же также спал на берегу континента там же и поселились узумаки на них напал другой клан они могли умереть и исчезнуть навсегда ведь как я уже и сказал половина то и большая часть боеспособного клана умерли при попытке пробраться на остров я жалился над ними расправился захватчиками и тогда я стал для них покровителем они попросили меня завоевать их будущий дом дать им пристанище и я в одиночку отправился на тот остров началась жестокая битва с тем монстром ты не подумай сначала я хотел договориться о мирном существовании но похоже оно было неразумным или я просто не понимал его а он меня но она лежала на грудах костей эти кости были похожи на него самого похоже он сражался собратьями и восстанавливал свои силы но я что-то отошел от темы эта битва была самой сложной я умирал пять раз или или лишь на шестой раз вроде как вот на этой вот попытки я сразил то чудовище из-за нашей битвы большая часть острова погрузилась под воду какие его останки на шестой попытки он оторвал мне лапу 6 хвостов вывихнул мне челюсть я слеп моя шкура была объята его пламенем это существо имела 6 конечностей нет нет 7 у него был хвост мощные задние лапы такие же мощные передние а также у него были крылья просто гигантские прочные крылья и своей пастью он выдыхал мощный поток пламени и когда я говорю мощный поток пламени я имею ввиду прям мощный я потратил несколько жизней чтобы просто спустить его с небес и только потом я мог с ним сражаться на земле и даже так он был сильным его кожа была настолько крепкой что наверное сравнится с прочностью десятихвостого честно говоря до сих пор не уверен кто сильнее а он или десятихвостый первый умел летать выдыхать мощное пламя способная плавить все и даже стоя рядом ты мог умереть от жара его пламени похоже что это очень древнее существо и последнее в своем виде она дожила до стыка нового времени и старого страшно представить кто ходил по этой земли несколько миллионов лет назад но это даже хорошо что все эти ящеры вымерли в общем пока я умирал пару раз эти твои наглые дальние родственники по умирали пару раз и уже успели забыть о чем просили их предки но все равно поблагодарили я жил у них на острове каждый год они устраивали грандиозный праздник в честь нового дома и в честь меня ведь именно я подарил им их дом а потом эти узумаки меня в край задолбали и я просто ушел они стали без меня сильными я засыпала целые поколения сменялись и это даже с учетом того что узумаки долгожители битва с тем существом меня сильно ослабила мои остатки чакры до сих пор там нужно будет как-нибудь в будущем их впитать в себя и за воздействием и чакры узумаки стали в несколько раз сильнее а первые узу как и так вообще стал впитывать ее внутрь себя не подозревая этого в нем мои чакры даже больше чем в генкаку и кинкаку слушая историю лиса наруто просто ахал от шока и удивления и пару раз так вообще чуть не утонул в ванной честно говоря в это крайне сложно поверить особенно про того монстра который убивал тебе несколько раз в это верится с трудом а те останки можно как-нибудь достать заинтересовался тем монстром наруто конечно такое существо воскрешать наруто не планировал брюне скорее зажегся научным интересом он ушел под воду и заранее опережает твой вопрос нет его не достать там уж слишком глубоко до той глубины и свет не добирается а давление там просто колоссальная под водой впадина глубиной в несколько десятков километров печально в далеком будущем я обязательно сделаю раскопки и попробую найти что-нибудь такое же древние в конце концов историю я сильно люблю мне всегда было интересно кто жил до нас ладно пойду к я прогуляюсь лис на это ничего не ответил лишь вновь погрузился в сон брюнет одевшись в другое чистое и такое же роскошное шелковое кимоно направился на выход прогуливаясь по вечерней конохи наруто отметил про себя что здесь все-таки немного стало красиво много новостроек парков детских площадок да и сама по себе сейчас коноха была украшена различными огнями все готовились к фестивалю над победой к юбе гулял узумаки долго бродил по всяким паркам и просто наслаждался отдыхом за эти несколько лет он тренировался строил планы на будущее сражался со многими сильными людьми и сейчас все чего просила тело наруто это отдых да и разум подустал немного из-за всех этих махинаций сложенных планов на будущее вот только даже сейчас были те кто просто не хотел давать брюнету наслаждаться его законным или не совсем выходным парнишка смотрю одежда у тебя ничего так шикарная душ поносить подошел мужчина с отвратной внешностью выбитые передние зубы кривой нос запах перегара и сигарет да и друзья у него были приблизительно такими же а девушки в их компании мало чем отличались от мужиков неужели гопники еще в моде театрально задумался брюнет и также почесывая подбородок губ чё переспросил другой мужчина потом переводя взгляд на главаря может он это иностранец видал какой смазливый парнишка добавила уже девушка или парень вроде грудь есть но лицо и голос прям мужские в общем парниш будут денюжки взаймы подмигнул главарь своей жертве каким же нужно быть идиотом пытаться грабить кого-то в деревне мать его шиноби если любой ребенок может сломать тебе руку именно такие мысли посещали голову брюнета бить татсуми он же наруто никого не хотел так как это может привлечь лишнее внимание но и проучить стоило бы да и слишком много гнева внутри него шайка пьяных вымогателей даже моргнуть не успели а их реакция даже не включилась из-за быстрых движений брюнета правая нога брюнета была в сантиметрах от лица главаря глаза моментально наполнились страхом когда он успел поднять свою ногу паника и страх это все что читалось в глазах простых разбойников каждый хоть и был под действием алкоголя но мозги их работали на все сто каждый из них осознал что они даже увернуться не смогут если тот захочет ударить их что ты видишь спросил татсуми у главаря с такой же поднятой ногой между подошвой обуви и лицом мужчины и пространство почти не было я я вижу ваш ботинок заиканием сказал мужчина и уже в пятый раз про себя жалея что поступил так тупо если попытаешься кого-нибудь ограбить поздно ночью последним что ты увидишь в своей жалкой никчемные жизни это мой ботинок выяснил с немного садистской улыбкой добавил в конце татсуми уяснил немного расслабился мужчина понимаю что его сейчас отпустят но тут было просто огромное для него но а теперь скажи мне у тебя есть 503 парень улыбнулся еще шире мужчина же напрягся еще сильнее но ответил что есть у него тяжелки 503 ибо быть побитым ему не хотелось однако в который раз мужчина убедился в том что он никак не сможет увернуться от ударов этого неизвестного молодого парня так как этот брюне сначала опустил ногу и когда все расслабились со всей силы врезал рядом стоящему парню ногой висок из-за чего тот моментально потерял сознание если он конечно не умер от такого кладя ему ногу на голову парнишка повернулся к мужчине и задал ему вопрос немного похожий на прошлый скажи у тебя есть 5000 рио спросил брюнет и когда услышал да нога татсуми въехала в затылок лежащего на земле мужчины и гость вновь повторил вопрос только увеличив сумму мужчина боялся отвечать нет так как просто хотел выжить и сказал да а сам уже со слезами на глазах смотрел на товарища который лежал в луже собственной крови брюнет вновь повторил вопрос есть ли у него 50000 рио но такой баснословной суммы у простого алкаша не имелось и только он уже открыл рот и уже собирался сказать нет он теряет связь с реальностью из-за сильнейшего удара висок сломав своей головой асфальт тот просто растекся в луже собственной крови медленно переводя свой холодный взор с хищно светящими глазами в темноте но вроде как девушек те задрожали от страха и прикрыли глаза но прошла одна секунда за ней другая но так ничего не произошло медленно открыв глаза они наткнулись на вполне себе миловидную улыбку парня не волнуйтесь я не подниму руку на женщин заберите их в госпиталь а то они тут помрут знаешь ли и плохих людей можно не только бить но иногда можно просто поговорить с ними недовольно фыркнул лис да из каких пор ты не поднимаешь руки на девушек ты не один раз убивал их они животные и человеческого языка не не поймут но язык более ясен одинаково для всех боль хороший инструмент боль может сплотить расколоть помочь и уничтожить боль способна на многое все зависит лишь от того как ты применяешь данный инструмент и знаешь что меня больше всего бесит а точнее кто это нагата он не понимает не видит истинного потенциала данного инструмента я до сих пор храню в своем сердце ту боль что когда-то причинили мне тут в канохе лишь ради одного момента я хочу утопить жители этой жалкой прогнившие деревушки в своей боли и крови лис молчал наруто после этих слов тоже вновь он дал волю своим чувствам узумаки не любил это так как считал что любое проявление чувств делают его уязвимым наследник клана узумаки уже закруглялся и собирался вернуться к себе домой но парню хотелось остудить голову и ничто так хорошо с этим не справится как мороженое взяв то что осталось в каком-то маленьком магазинчике брынет удивился тому что это оказалось именно тем мороженым которым когда-то угощал его это фруктовый лед со вкусом цитруса но не успел он даже открыть мороженое как услышал чей-то тихий женский плач найдя своим взглядом источник данного звука узумаки чуть ли не с отвисшей челюстью смотрел на сестру что сейчас плакала сидя на скамейке под таким же одиноким фонарным столбом продолжение следует ну а если ты хочешь увидеть новую сто седьмую часть уже завтра то пиши комментарии от пяти слов ставь лайк и делись этим сюжетом с друзьями пусть они тоже вливаются с первой серии смотрят если наберется 65 комментариев и 250 лайков то 107 часть выйдет уже завтра все в ваших руках с вами был ганзи еще услышимся